Понимаете, все зависит от оценки. Вот, допустим, человек пошел боксом заниматься. Ему раз, ну, боксируют они, ему раз по морду дали. И он заплакал. Говорит, ты чего мне так больно бьешь? Он говорит, слушай, тебе не надо боксом заниматься. Потому что ты не понимаешь, что я не бью тебя, просто не тренируюсь. Нет, ты меня бьешь, ты специально так ударил. Назад ему тоже врезал. Это значит, что он не понял, куда попал. Не понял, куда попал человек. Точно так же и здесь, понимаете, вы попали куда? Вы взяли и вышли замуж за восточного человека, у которого есть восточные правила жизни. И эти правила таковы, что надо слушаться сильно старших. Ее цель не разрушить вашу жизнь. Вы говорите, она вмешивалась в нашу семью. У нее цель не вмешивается. У нее цель, ну как бы, навести, построить отношения. Вот если вы уважаете ее мнение, ее слова, она успокаивается, больше не вмешивается. Потому что ее цель доказать вам, что она старше. Все. Больше никакой цели нет. Вот она доказала, вы ее уважаете. Прыгайте на задних лапках. Все. Значит, все нормально. Она контролирует ситуацию. Теперь, если посмотреть на то, что произошло. Когда она, как вы сказали, вмешивалась в ситуацию, вы ей не перечили. Не перечили. Но и не принимали. Вы просто обиделись сильно на нее, и она то увидела. Она увидела, что вы не согласны с ее положением старшего. И это в ее сердце зародило сильный протест. Потому что таким образом вы ограничили ее полномочия. Она всегда, всю жизнь имела абсолютное влияние на своего сына. Что она скажет, так он делает. Вы теперь это влияние уничтожили. То есть она теперь не может сказать, что он, как она сказала, и что он делал. Она не может этого иметь в жизни. Это конкретный облом. Понимаете, конкретный облом просто. И, естественно, из-за этого облома человек начнет мстить, начнет разрушать отношения и так далее. И будет делать это неосознанно, как амбито просто. Вот если вы с этой точки зрения подсмотрите на ситуацию, понимая, пытаясь понять ее как личность, тогда у вас не будет обиды и проблем. Вы просто будете вести себя как надо, и она исправится, изменится в отношениях с вами. Но изменить Восток на Запад вы не сможете. Восток – это Восток. У людей такое восприятие мира. Меня больше обижало, знаете, что она про моей взрослой нисла клевету. Про мою мать. Ну это тоже Восток. Говорила от того же человека. Она просто обиделась. Она же не сразу начала, вот вы встретились там на свадьбе, она сразу клевету начала нести. Там кто-то придет? Молодец, да? Вот. Это не сразу же произошло, правда? Она сначала обиделась, а потом начала нести клевету. Вот вы сейчас, допустим, на нее несете клевету или нет? Нет? Кривета – это просто эмоции. Вот смотри, допустим, вы говорите, она, если бы она здесь сидела, вы говорите, она вмешивалась в наши отношения. Она такая, слушай, ты когда я вмешивалась? Я просто сказала свое мнение и все. Понимаете? То есть, часто эмоции, которые человек проявляет, воспринимаются как кривета. Но человек сам при этом не воспринимает это как кривета. Допустим, вы говорите, я сказала правду, она вмешивалась. Но для нее это не является правдой. Вот пытайтесь понять такую вещь, что наше восприятие мира ограничено. Вот вы сейчас тоже на нее накриветали. Ну, с точки зрения ее видения. Понимаете? С точки зрения вашего вы сказали всю правду, да? Также она сказала просто правду, а вы восприняли это как кривету. Понимаете, нужно пытаться понять природу людей, допустим, восточных. Природа такая. Люди сильно авторитетные, сильно привязаны друг к другу и сильно хотят владеть ситуацией. Вот если я, допустим, сильно люблю своего ребенка, я сильно хочу владеть ситуацией. Я не хочу, чтобы он страдал. У вас характер очень твердый такой, непреклонный и такой не покладистый, а такой, как бы, боевой. Ну, как бы, а мама его тоже такой же характер имеет. И она так хочет какой же, чтобы жена у нее была смиренной, послушной. Понимаете? А ему по судьбе положены вы. И поэтому она бесится, что вы такая же, как она. То есть это ваша судьба и ее, понимаете? Вот и все. А он такой, как будто ни при чем ходит между вами. И там у вас искра идет друг с другом. Война. А он не при делах.